Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Успокойся! Ты же только что покушал! Че ты как с голодного края? Я тебе сейчас дам, потому что начало сниму, сейчас я тебе дам. Успокойся на секунду. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Теперь я не одна. У меня есть ребеночек. Я подобрала котенка с улицы и скупала его. И вот я поняла, что мы просто нашли друг друга. И он любит пожрать, и я люблю пожрать. Ладно, иди сюда. Одну секунду, одну секунду. Очень непонятно, будет ли он это есть. Подожди, ну что ты творишь? Ты что, твой корм не нравится? На, кс-кс-кс-кс. На. Ему, видимо, его корм не нравится. Давайте приступим. В общем, хочу сегодня вам рассказать, как так получилось, что я подобрала котенка с улицы. Многие вот в инстаграме спрашивали, как я его приучила к туалету, что мы решили с туалетом, где мы пить. Слава богу, все отлично. Я привела его. Сразу сказала, не писить. И он не писит. В общем, сегодня я хочу рассказать все тонкости, почему я решила приютить котенка именно с улицы. Как так получилось? Все подробности. Многие спрашивали насчет туалета. Как приучить к туалету? Ну, ты поел? Подожди одну секунду, я тебе сейчас еще дам. Кс-кс. Только не писи тут. Я уже давненько хотела себе котенка, но я хотела именно уличного. Просто хотела осчастливить котенка, который находится в трудной жизненной ситуации. Я снимала влог. И так получилось, что в тот день все магазины, все было закрыто. И мы просто с мамой там гуляли. И вот я увидела маму с двумя котятами. Причем котята не маленькие. То есть достаточно большие. Дождик немного моросило. Под вечер вообще начался очень сильный дождь. Я представляю, что бы было, если бы он там остался. Насчет второго котика. Его я тоже пытаюсь пристроить. Смотрите, какой красавчик. Красавчик. И голодный. Вот я клянусь, я не врубаюсь, почему он такой, как будто он голодный. Потому что я его покормила. У него миска полна и рагу, и сухого корма, и вода. Глаком. Вообще котенок очень много ест. Я думаю, это хорошо. Пусть набирает вес, окрепнет. Не знаю, возможно, в меня пошел. Но очень много ест. И видишь, что у него такие голодные глаза. В общем, давайте я сначала начну рассказ. Как так получилось? Просто увидела по дороге, мне стало жалко. На улице уже дождик моросило, вечером вообще начался такой дождь. Мне стало просто жалко. Я очень люблю животных. И многие под влогом писали, что на почему второго не взяла? У меня есть идея, куда можно пристроить второго. Там своим знакомым, подружкам. Всем предложила. Возможно, вам тоже нужно. Если вам жалко, напишите на мой пиар-аккаунт. Вам Регина объяснит, куда, как, где можно взять этого котенка. Вообще, иногда, когда задумываешься, если каждый человек, каждая семья приведет одного котенка, то это уже будет как хорошо. Бездомных будет очень мало. Поэтому я думаю, что моим влогом я смотивировала вас не обязательно у нас здесь именно этого котенка взять. Просто у вас, например, во дворе маленькие котята. Что вам стоит? Корм стоит копейки. Насчет туалета многие интересуются. Как я его приучила к туалету? Приучила ли вообще? И как это все происходит? Многие из-за этого не хотят брать домой котенка. Честно, вот эти уличные котята, они очень чистоплотные. И их уже мамочка приучила к туалету, что в туалет надо ходить в песок. А у нас, к сожалению, в этот день песка не было. Да и купить мы его не могли, просто потому, что у нас из-за коронавируса в субботу и воскресенье все, получается, магазины закрыты, только продуктовые аптеки открыты. А у нас тут в продуктовых магазинах кошачий туалет не продается. Я долго ломала голову, как можно приучить. Сейчас пойдет куда-то пописить. Потом я взяла коробку из-под пылесоса. Вижу, что котенок начал мяукать. И ходит по углам. Как будто что-то ищет. Я взяла, засунула его в коробку и закрыла коробку. Потом, когда вытащила котенка через 10 минут, он, оказывается, уже туда сходил, в туалет. Он пытается что-то копать. Завтра пойду в магазин, именно зоомагазин, куплю ему и миску, и лоточек, и все. И уже проще будет. Но хочу сказать, что с первого раза он пошел в туалет туда, куда надо. Потом опять смотрю, что-то он плачет, туда-сюда ходит. Я его засунула в эту коробку. Уже я вверх закрывать не стал. Как только я засунула в эту коробку, сразу он начал, типа, копать и сразу побесел. То есть никаких проблем, что котик ходит в туалет на кровать, сегодня спал вместе со мной на кровати. Единственное, когда я оставляю котенка одного, он начинает мяукать. Ему скучно. А так я очень рада. Не жалею абсолютно. А если у вас внутри есть желание завести котенка, опять же решать вам. Но мне кажется, будет очень добродушно взять с улицы. Он такой покорный, он такой тихий. Я его искупала, он почти не сопротивлялся. Очень прям милота. Я ничуть не жалею, что взяла. И самое главное не просто взять и через месяц выбросить в окно, а самое главное до конца дней беречь, оберегать, любить, кормить. Я сначала думала взять собаку породистую, маленькую шпицу хотела взять. Но потом, знаете, что я подумала? Эти собаки все равно, даже если их никто не купит, на улицу их никто не выкинет. Эти собаки породистые водорождаются, они уже обречены на хорошую жизнь. А что делать с такими котятами и собачками, которые по улицам ходят, им нечего есть? А скоро зима. Да даже не скоро, уже зима. Вчера такой дождик был прям. Сначала моросил. Вот что бы они там делали. поэтому очень хочу смотивировать вас на добро. Хотите сделать доброе дело? Возьмите собачку, возьмите кошечку с улицы. У Шерри есть подруга. Она приютила собаку бездомную дома. Помыла, искупала ее, там, не знаю, шейник отблох. И все, сколько лет она живет у нее. Хотя вообще не породистая, ничего, просто бездомная собачка. Щенка увидела во время дождя. Жалко стало. Я вот желаю, чтобы наш мир был наполнен добрыми людьми. Я извиняюсь, просто мой котенок почему-то не может без меня. Котенок очень боится, когда остается один. Один на один со своими проблемами. Вот. в общем, к туалету моментально сам по себе приучился. То есть он начинает что-то копать. В тот момент, когда он начинает что-то копать, вы просто берете и ставите туда, куда он должен ходить. То есть все предельно просто. Главное, мне кажется, было бы желание. Это отмазки. Что ой, я не могу, ой. Боюсь, не приучу к туалету. В общем, на этом все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами Блайк Эмили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.